Привет! Вы на канале ЧАМИВЕТЬ! Мы Маша! Сегодня у нас МАСЛЕНИЦА! Привет, друзья! Да, у нас МАСЛЕНИЦА и у нас БЛИН ЧЕЛЛЕНДЖ! Правила совершенно простые. У нас есть блины. Покажите наши блины. И есть разные-разные начинки. Все эти продукты пронумерованы. Ну, и у нас есть вот такие вот числа. Какое число вытаскивает Тим или Маша, тот продукт мы и кладем в блин. А знаете, в чем прикол? В чем? Все начинки мы будем мазать на один блин. Представляете? Давайте попросим наших подписчиков, чтобы они написали, какие начинки любят они к блинам, да? Пусть напишут в комментариях. Мы ждем ваших комментариев, друзья! Ну что, ребята, на дзынь-дзыньцок кто первый? Дзынь-дзыньцок! Кто первый? Я! Так, держи. Ищи, ищи какую. Какую? Ты прощи. Какая? Номер девять. Номер девять? Давай посмотрим, что у нас под номером девять. Так. А вот у нас намазка какая-то под номером девять. Ведь у нас какая-то креветочная закуска зисмаком креветки. Ну, наверное, с блинами ее тоже едят. Так. Держи. Кофей мажет какую-то креветочную замазку на блин себе. Отлично. Размазывай. Шо, тебе вкусная? Ха-ха-ха. Так, Машуль, теперь твоя очередь тянуть. Держи. Как икра. Как икра? Вот. Девять. Нет, это не девять. Это у нас шестерка. Так. Ищем, что же у нас под номером шесть? Икра. А под номером шесть у нас красная икра. Сейчас мы попытаемся ее открыть. Так, Машуль, бери красную икру и намазывай себе на блинчик. Что-то у вас солененькие начинки, да? Пошли. Отлично. Вкусненько? Ха-ха-ха. Ну, попробуй. Мне они нравятся? Маше сладкие начинки нравятся. А тебе соленые, да? Так. Ну, что? Следующий выбираем. Соленые начинки уже намазаны. Вот будет прикол, если вы сейчас выберете мед или нутеллу. А ну, Тимофей, что тебе попадется? Номер десять. Десять. Ищите, что у нас под номером десять. У нас номер десять. А под номером десять я уже вижу сладкий творожок. Ха-ха-ха. Ну, Тимофей. Ну, в принципе, креветочная замазка, это же маслянистая, да? И творожок, в принципе, он тоже молочный. Поэтому, ну, сказать, что совсем гдотно будет, ну, я думаю, что нет. Будет так, терпимо, да? Ха-ха-ха. Тимофей, рядышком с креветочной массой, мы мажем творожок. Он даже с фруктами какими-то, да, получается? Ну, наверное, так вкуснее будет. А ну, попробуй, Маша. Может, тебе такое понравится? Ну. Тоже не понравилось? Ну, ты, Маша. Тим, а тебе? Это как агуша. Как агуша, да? Ты тоже как творожок такой. Да. Так, дальше. Сейчас Тима пока месь машет, выбирает Маша. Что тебе попадется? Сладкое или солененькое? Номер четыре. Четыре. Что у тебя? Нутелла. Маше попалась нутелла в красной икрой. Я попалась. Маша, ну как есть нутеллу с красной икрой? Как ты себе это представляешь? Ха-ха-ха. Так, а что ты любишь делать с этой нутеллой? Протыкать. Ставьте лайк, кто тоже любит протыкать от нутеллы вот такую вот крышечку. Золотую. Золотую крышечку. Потом это можно и как-то варить. Так, отрываю. И Маша. Мажет. Мажет вместе с красной икрой. Держи. Спасибо. Ух тышка, Маша. Нутелла с красной икрой, это прям деликатес какой-то. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Нутелла с красной икрой. Ну, размазывай как-то ее. Ха-ха-ха. Так, ну что, а Тима следующий выбирает? Да. Тимофей, выбирай. Что следующее у тебя? У меня номер три. Номер три. Номер три это семга. Да? А не, у нас форель. Вот такой кусочек форели, но мы отрежем кусочек маленький. Да. И в принципе, ну ладно, креветочная масса, немножко творожка. Такое будет солено-сладкое, какая-то солено-сладкая начинка. Ну, еще более-менее, да? Угу. Что, Тим, ты уже форель топчешь? Да. А положите ее на блин. Сейчас. Давай. А я уже лезу ложку из нутелли. Маша уже вся в нутелли. Так, ты прям красиво, художественно вылаживаешь, да, Тим? Да. Умничка. Ну что, Машуль, теперь твоя очередь. Да. Сейчас. Тяни бумажечку. Машенька, какая у тебя цифра? Номер два. Номер два. Что у нас под номером два? Огущенка. Маш, ну если бы не красная и не крас-соленая, то у тебя классные получаются сладкие начинки. Такие, как ты любишь. Держи. Я это плоти, я уже делаю не плоти. Так, а ну давай. Хватит. Давай, а то слишком много потечет. Размазывай давай. Повар маленький. Красиво. Так, убираем те... Красиво, да? Убираем те продукты, которые уже использованы, да? Ну и у нас здесь остается совсем немного продуктов. Давай, Тима. Держи. Держи. Номер четырех. Что у тебя? Номер восемь. Какой? Номер восемь. Тиме попался. А что у нас под номером восемь? А под номером восемь мед. Ну, мед совсем туда как-то, ну не знаю. Ну попробуем. А вдруг будет такой пикантный вкус, да? Так, сейчас я вот дам тебе другую ложечку. Держи тебе мед. Ну что, Тимеш, теперь мед мы мажем. Ближе подставь баночку, а то ты пока месть дотянешь, весь мед будет на столе. Или на Маше. Маш, ты теперь сладкая-сладкая девочка. Таня, оно до тебя не достало. Ааа, нужно только меня. До тебя достало. Даю салфетку сейчас. Зато посмотрите, какая красота у Тимы здесь. Ммм. Начинка просто супер. Розовая, красная, оранжевая, желтая. Прям как солнышко. И рука такая вся сладкая-присладкая. Да, Тимофей? А у меня, спасибо. Давайте мы уже расскажем. А вот такая вот начинка у Маши. У меня. Машенька, осталось совсем мало продуктов. Интересно, какой же тебе попадется? А у меня один. Ну, посмотрим. Три. Сейчас твоя очередь. Выбирай. И цифра? Семь. Цифра семь. Кетчуп. Кетчуп. Кетчуп с мутеллой. Ну, ладно. Катя, мне нужна ложка. Не нужна ложка? Ты так нальешь? Дайте мне, пожалуйста. Откройте мне, пожалуйста. Так. Открою его тебе, пожалуйста. И я хочу кетчуп. И ты хочешь кетчуп? О, Маш, можно я тоже там покушаю? Так, Маша. Все? Чуть-чуть намазали? Начина. Да, у Маши, конечно, начинка, ну, как бы так сказать, совсем не произведение искусства. Вкусно? Не вкусно. Тима решил перепробовать все начинки. Ну, что? Остается совсем чуть-чуть две начинки. Да. Смотрим, кому какая сейчас попадется. Тимофей, выбирай. Папочки. Номер один. Номер один. Желейка. Да. И у Маши сметана. Давай сразу уже. Вы оба намажете. Маша сметанкой. А Тима? Давай я тебе помогу. Мне надо новая ложка. А у Тимы желейка. Вкусненько? Да. О, и Рыжий наш пришел. Услышал вкуснятину какую вы готовите. Привет, Рыжий. Привет, Рыжик. Ну что, наши блины с необычной начинкой готовы. Заворачиваем. Тимофей, заворачиваем. Раз, два, три, четыре. Ну, будете пробовать? Маш, будешь пробовать блин? Нет. Тим, будешь пробовать блин? Ну, как-то странно у меня там вышло. Странно немножко вышло. Тогда Сережу позовем. Сережу? Сережа, это наш крестный, да? Да, это Тима крестная анима. И что, это вы специально готовили? А может, сейчас Тима рискнет попробовать? А вот я не буду рисковать. Ну, давай, рискуй. Я не хочу рисковать. Ты не хочешь? Что, зовем Сережу? Да. Сережа! 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 Привет, Сережа! Привет, привет! Сережа, ты у нас сегодня не куштатор. Всегда мечта. Сейчас Сережа попробует блин Маши и блин Тимы с необычными начинками. И чей, блин, ему понравится? Ну, тот тогда и победил. Да. Так, ну что, чей первый пробуешь? Давай. Что, Машенька? Ну, давай. Ой, Машенька, это китайская кухня? Да. У Маши? Ой, вкусненько. А ну, давай. Ой, что-то так льется. Я Сережа. Ну? Сережа, скажи-ка. Маш, скажи. Не могу. Хух! Чего там больше? Ну, какой блин? Сладкий, соленый. Сладкий, соленый. Какой он? Ну, я бы сказал, больше сладкий. Да, у Маши сладкой больше начинки. А теперь пробуем Тимон блин. Я сам. Не затолкну. Ну, ты в кресле сейчас. Творожок здесь был. Машенька, наверное, ты победил. Я победил. Сережа, понравился сладкий блин с... С чем у тебя был? С красной икрой? Да. Да, там была нутелла, сгущенка, кетчуп и красная икра. Красную икру я как раз и не заметила. И творог. И творог? Нет, творожок был у тебя. Я его хорошо распробовал. Да, вот. И Сереже не понравился творожок с форелью и какой-то креветочной начинкой. Там, да, еще что-то такое было? Да. Я победила. Ну, победила Маша, Сережа. Сладкая, Маша победила. Сережа любит больше сладкое. Ну что, теперь пойдем отпаивать Сережу чаем? Да. Да. Ставь лайк. Стоять. Ставь лайк и подпишись на канал Чим Витя и Маша. Пока-пока. Пока-пока. Пошли.